Мир вам! С миром! А чего вас не видно то? А шо ж такое? А ну посмотрите Шо ж такое где тут? Ну-ка, нажмите там где, ну, глазок. Да вот нажимаю, нажимаю, ищу. Интересно, шо ж такое случилось, ну, вот выскакают чаты. А вот появилось. Вот, вот теперь видно. Брат Игнатий, я поражен, как вы работаете в чат-рулетке? Сколько вы спасаете грешнику? Какая это работа? Да, это дно адова, буквально туда спустились. А страшно. Есть люди, которые даже не слышали о Боге. Не то, что не знаете, они даже не слышали. Ну, более скверного места не встречал в жизни. Как тот брат Сергей выдержал это все, непонятно. Ну, он там два раза был только, два раза. Я сразу решил продолжить это дело. Давай Бога просить, чтобы его талант Бог на меня перевел. Баба Богу. Да, огромная работа. Я вот хожу в церковь, ну, в это собрание, я ее церковь тоже не называю, в собрание хожу, потому что православную я церковь такую не могу найти, как у вас. То я хожу и задаю вопросы, что такое ворота ада, этим проповедникам своим. Они говорят, это смерть. А как она? Вы же проповедуете Христа, вы не знаете, что такое ада, ворота ада? Читайте игру Ивана Златоуста. Так это православный богословник. Ну, так что? Так православная-то это же церковь. Мы так не научены. Как трудно с ними разговаривать, брат. Да. Это все, что ведет в ад. Еретики и иудеи, злодейства все. Так самое страшное то, что они же людей за собой ведут. Да, так. Дети их не ходят, уже маленькие, такие наученные. Женщины им все расплетены, косы не вот так, вот так все. Сейчас написали в интернете, я проверить не могу никак, в Америке официально зарегистрировано 30 тысяч разных названий сект Ересей. Было 21 тысяча, это лет 20 назад, сейчас 30 тысяч. И вместилища Америка, оттуда все расползается на Украину, ну и дальше вся эта зараза ползет. Самое извращенное понятие. Ай-яй-яй-яй-яй. И главное, ладно, вас икона, я говорю, смущает. Но теперь у баптистов икон нету. Зачем отошли адвентисты? Адвентистов икон нету, от них отходят свидетели Иеговы. И так дальше бесконечно. Почему? Дьявол? Ай-яй-яй-яй. Господь говорит, хочу, чтобы вы все были едины, как я с отцом моим. Аминь. Тут мне эти американцы написали, афорист такой, где-то, брат, написано, бойся слез обиженного тобой человека. Ну, как понимать, если просто по-житейскому, то так и есть. Если ты его обидел, он обиду затаил, и может в любой день постараться рассчитаться с тобою. Это и в политическом смысле. И так здесь тоже обиженные, что-то где-то перекрыли. Но любыми путями сейчас пытаются Украину с Россией столкнуть. Нет. Там специально какой-то корабль зашел в воды России, те задерживают, высылают. А тут в это время патриархы, которого предали Анапе, имя вашего Филарета, выставляют заново. Это Томас. Да мы родные братья. Как это можно было сделать? Одна вера, главное, православная. Киев, мать всем городам. Мать. Все перевернули. Нет. Ну что мы можем? Мы только молиться. Мы каждый день взываем Господа, мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Аминь. Мы вашего правителя Порошенко Петра каждый день на молитве поминаем, чтобы покушения не было на него так же, чтобы вы разумились, имели страх Божий, потому что при мудрости Соломона написано, с начальствующих будет строгое взыскание у Бога. Он начальник. Он мог людей вести. Иоанн Златоуст говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о, священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться, ибо за ней умер Христос. Аминь. Миллионы гибнет, и они не видят этого. Брат Игнатий, а вот Иоанна Златоуста, то мы это где можем купить? Ее в православной церкви? Да, да, да. Он у меня, я с Володей живу, на днях он выписал все 12 томов. У него надо просто адрес взять, и, ну там, Москва издает. Полностью 12 томов. В одном издании. Пожалуйста, придется, Володя, сбросьте на мой сайт адрес. Да, да, да. Он где, через кого выписывал? Да, да, через кого адрес я хочу сказать. Вот по нашим рублям, где-то у него обошлось с пересылкой вместе, ну это наша территория российская, где-то 9 тысяч с половиной, что ли. Нормально. Ну, хороший вид. Я могу сейчас, ну он придет тогда, сейчас подождите, я гляну, может достану. Хорошо, пожалуйста. Я не знаю, как вам будет видно, нет его? О, красивая, ничего себе. Ай-яй-яй. Прекрасно. 12 книг. Ай-яй-яй. Прекрасно. За всю христианскую эпоху это был самый плодовитый проповедник. Аминь. Это то, что сохранилось только, сохранилось, 12 томов. Ну это где-то у него по тысячу, кажется, страниц в каждый том. Ну да. Где-то так, страниц 850, наверное, вот так. Вот видишь? Прекрасно. И вы начитывали на пленке то все с этой же книги, да? Да, в которой я выставляю. Эти книги я насчитал. В аудио, можно слушать. Я выставляю каждый день по одному ролику. Я вижу, иногда слышу. Томов выставил. Теперь шестой том выставляю. Из Америки один человек, он взялся разбить по файлам. И уже по проповедям-то. Оно у меня просто начитано было на катушках. Раньше катушки были. А он теперь помог мне сделать, Андрей. И вот теперь я их выставляю ежедневно. Ну, жития святых. Также Библию я уже выставил. Доброта людей выставил. Остальные книги у меня уже зашли на Ютубе. Да, надо будет знать адрес. И я очень хочу. Я искал. Володя, подойдет? Да. Да, буду благодарен. Да. Тут, конечно, такое сокровище иметь. Я когда насчитывал, так по одной книге со всего Советского Союза доставали. Ай. Да бывает страница оторванная. Да я еду в другое место переписываю. Там столько труда положено было. И я ее насчитал полностью. Все 12 томов. Тогда достать книги нельзя было. А когда написали, теперь мы ее раскрутили, уже пошло по всей стране. Да, да. Потому что пленки-то продавались. Магнитофоны были. У меня самые современные, большие магнитофоны. Маяк 205, где-то штук 12 было. Тон студия. Одной кнопкой, они все срывались на скорости 19 сантиметров. В две дорожки писались. А когда прослушают, на 4 из 7. То есть в 4 раза. Получалось, что я переписываю в 8 раз быстрее, чем насчитывать. Это Бог сделал так и дал мне таком помощи. Да, конечно. Никто этого не делал. Это впервые было в мировой истории насчитано все. Купил у православных Акафис ангелу-хранителю. Да. И читаю там в своем собрании показываю, что он ангел. Везде в Библии ангел делал. Что ты ангелу поклоняешься? Надо только Христу. Я говорю, так здесь здесь Акафис, здесь молитва к ангелу-хранителю. Да, а как же, скажи, когда Гедеон в яме сидел, пшеницу молотил, а ангел пришел, он ему поклонился лицом до земли. Это как? Да сколько таких примеров было? Да, аминь. А так нельзя отсудить по одной букве. Надо всю Библию считать. Аминь. Главное, Петр сказал, я тоже человек. А почему вы не говорите, что сыны пророческие Елисею поклонились лицом до земли? Мать, мать, там, пророк одного пришла тоже. Версавия подошла Соломону, поклонилась лицом до земли. Это все выбрасывает. А ты сведи как? То есть, поклоняться человеку с божеской почестью, это не запрещено, а наоборот, поощрялось признанием. А почему Петр сказал, я человек, потому что язычники боготворили, людей, боготворили. К нам пришли боги в образе человеческом. А Петр, когда пришел к Корнилию, Корнилий видел ангела, он знал, что ангел выше человека, чище. А ангел не мог сказать призови Петра, и отсюда он взял вывод, что придет Петр, это не из человека Бог. И поэтому Петр увидел, что он поклоняется с намерением, как Богу, и говорит, я тоже человек. Зачем бы эти слова-то говорил-то? Вот баптисты, они вообще слепые. Они не видят, зачем бы Петр говорил, когда стоит перед людьми, ну вот я скажу, я тоже человек. Ясно, что ни бык, ни корова, я тоже человек. То есть они его признали за Бога. Я так благодарен вам, брат Инатий, за то и сон, что, видите, у меня вот такой крест. Да, 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 да. Если бы не вы, всего этого у меня не было бы. Да, это защита. Я много, вы много чего мне просветили. Я так благодарен. Я все раздал ваши визитки, которые мне прислали, и людям постоянно рассказывать. Так, сейчас, подождите, маленько, подождите, сейчас я этот разговор. Хорошо. Хорошо. Звонят хулиганы. Телефон известный и названивают. Иногда в ночь раз пять звонят. Ай-яй-яй. Безобразники, матерятся всякие. Ужас. У меня только последнее, сколько, я не знаю, за полгода пришлось заблокировать, которые нападают на меня. А это бывают и священники, и все. Семь тысяч человек. Это половина дивизии. Вот сколько врагов у меня. Почему? Потому что я показываю, по милости Божией, что Бог от нас хочет. Я ничего не добавляю в свое. Нигде моего учения нет. Нет. Ну, это темные силы. Сатана свое дело делает. Да. Господь говорит, велика ваша награда на небесах, когда вас поносить будут за имя мое. Аминь. Они сами не знают, что венец плетут. И спаси Христос, брат, венец. Вопрос у меня больше нет. Как вам здоровье, Надежда Васильевна? Все, слава Богу. Слава Богу. Все живы. Тут одна сестра у нас заболела, Татьяна сейчас. И умер этот Сергей парализованный. Ну, я смотрел. Вот так. А тут у нас кого тут мы в частном доме, храм-то у нас. И вот прошлое воскресенье тут митрополит был. Я видел. Вы мне попали ссылку. Как у нас по-домашнему-то все. Как люди одеты. Какой порядок. Прекрасно. Я смотрел, аж прослезился. Как все оно в душе припадает и разливается в душе. Как все благородно у вас. Люди все одеты. А что интересно, патриархия. Ну, мы-то кого? Крошка маленькая там, пылинка. А они-то там, какой монстр большой. А у них нет ничего этого. У нас как... Они как к крещению готовят. Человек с улицы придет, ну, минут 10 поговорят. А мы готовим, когда к крещению, 500 часов полных. Ну, все еще сравнивать не с чем. Как и положено. Да, как положено. От 3 до 5 лет подготовка идет человека. Чтобы он знал, куда идет. Как он ответственный за все делается. Ну, нам Бог послал вот этого митрополита, а до этого был другой. Обстановка была очень напряженная. А сейчас, по милости Божией... И он изнает вооружение трехкратное? Ну, как... Конечно. Слава Богу. Да. А то сейчас придумали, мокрая ладошка, это идет от католиков через Украину. Мокрая ладошка по голове крещения. Или кисточкой покропил, особенно с Украины. Приезжают оттуда у нас священников, присылают. Бритые. И вот такие вот, совсем разлагающие веру. В этом вопросе Украина для нас яма огромная. Что да, то да. Ну, Господь попустил по нашим грехам. Буду ожидать адрес от вас, брат Игнатий, по Иоанну Златулску. Да. Сделайте мне сброс. Хорошо. Буду прощаться. Да, как Володя придет, я узнаю. Хорошо. Слава тебе с Богом. Все, с Богом. Спаси Христос. Благодарю. Мы вас каждый день молитву упоминаем. Я за вас тоже молюсь. Я каждый раз свою постоянную молитву за вас молюсь. Я благодарен Богу, что мы встретились с вами. Я очень благодарен Богу. Аллилуйя. Спаси Христос. Спаси Христос. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...